На Востоке считают, что гораздо легче сохранять здоровье, а не восстанавливать его потом. Поэтому в Китае с детства приучают выполнять эти 15 простых правил для сохранения здоровья. Правило первое. Чаще расчесывать волосы. Согните пальцы и используйте их как расческу. Расчесывайте волосы от олба к затылку. Выполните около 100 таких движений. Движения должны быть медленными и мягкими. Это упражнение стимулирует и массирует энергетические точки головы, снимает боль, улучшает зрение, снижает кровяное давление. Результат будет лучше, если делать упражнения по утрам. Правило второе. Чаще растирать лицо. Разогрейте ладони, чтобы они стали теплыми. Поднесите их к лицу так, чтобы средние пальцы касались боковин носа. Начиная с энергетических точек ин, сян. На рисунке ниже смотрите, где находятся эти точки. Мягко растирайте кожу лица, двигаясь вверх ко лбу, затем в стороны, переходя на щеки. Выполняйте 30 таких движений, предпочтительно по утрам. Упражнение освежает голову и снижает кровяное давление. Помогает против морщин. Кстати, массаж этих точек помогает при насморке. Правило третье. Чаще упражнять глаза. Медленно поворачивайте глазные яблоки слева направо 14 раз, потом справа налево 14 раз. Плотно закройте глаза и резко их откройте. Это упражнение улучшает зрение, а также благотворно действует на печень. Правило четвертое. Чаще клацать зубами. Сначала 24 раза поклацайте коренными зубами, затем 24 раза передними. Это упражнение укрепляет зубы, в том числе эмаль зубов. Правило пятое. Чаще простукивать уши. Закройте уши ладонями и 12 раз постучите тремя средними пальцами каждой руки по затылку. Затем, прижимая указательный палец к среднему, пощелкайте им по затылку с характерным звуком. Сделайте также 12 раз. Делайте это по утрам или когда чувствуете усталость. Упражнение помогает при звоне в ушах, головокружении и заболеваниях ушей, улучшает слух и память. Правило шестое. Чаще облизывать небо. Когда вы касаетесь кончиком языка верхнего неба, ян и инь встречаются. Облизывая небо, сосредоточьте все внимание на пространстве под языком и почувствуйте, как постепенно накапливается слюна. Правило седьмое. Чаще проглатывать слюну. Когда вы облизываете верхнее небо, по рту постепенно накапливается слюна. В традиционной китайской медицине слюне придается большое значение. Ее называют золотой жидкостью, сокровищем тела. Когда вы проглатываете слюну, она смазывает внутренние органы, увлажняет конечности и волосы, способствует пищеварению и усвоению питательных веществ, улучшая работу желудка и кишечника. Когда рот наполняется слюной, раздуйте щеки. 36 раз прополощите ротовую полость слюной, а потом проглотите ей с булькающим звуком. Мысленно направляя ее в область донта ниже пупка. Правило восьмое. Чаще выдыхать застойный воздух. Задержите дыхание и раздуйте грудь и живот. Когда почувствуете, что грудь и живот наполнены воздухом до предела, приподнимите голову и, открыв рот, медленно выдыхайте застоявшийся воздух. Повторите упражнение 5-7 раз. Оно очищает тело от застойного воздуха, улучшает дыхание, помогает при астме и болях. Правило девятое. Чаще массировать живот. Разотрите ладони, чтобы они стали теплыми, поместите их на пупок мужчины левую руку поверх правой, а женщины правую поверх левой. Растирайте живот расширяющимися круговыми движениями по часовой стрелке 36 кругов, потом в обратную сторону, постепенно уменьшая радиус тоже 36 кругов. Правило десятое. Чаще сжимать анус. Длубоко вдохните и сильно сожмите сфинктер заднего прохода, приподнимая его вместе с промежностью. Выдержав паузу, расслабьтесь и медленно выдыхайте. Повторите упражнение 5-7 раз. Упражнение способствует поднятию янцы, предупреждает и лечит геморрои, пролап сануса и анальной свищи. Правило одиннадцатое. Чаще трясите конечностями. Вытяните руки вперед, сожмите кулаки, сгибаясь в пояснице, поворачивайте плечи слева направо, как будто крутите руль 24 раза. Потом делайте то же самое справа налево 24 раза. Сядьте на стул, подложив под себя руки. Поднимите левую ногу и медленно выпрямите ее вперед, носок обращен вверх. Когда нога будет почти прямая, с умеренной силой дерните ее вперед, резко разгибая в колени. Потом проделайте то же с правой ногой. Повторите упражнение 5 раз. Упражнение помогает растянуть конечности и суставы, преодолеть заторы в меридианах и коллатералях, предупреждает и лечит заболевания суставов и укрепляет ноги. Правило 12. Чаще растирайте подошвы ног. Помыв ноги перед сном, согрейте ладони растиранием, затем начинайте медленными круговыми движениями массировать точки юнца и уань на подошвах. Сделайте от 50 до 100 кругов. Это упражнение укрепляет почки, согревает ноги, улучшает связь между сердцем и почками, успокаивает печень и улучшает зрение. Правило 13. Спину всегда следует держать в тепле. Согласно теории китайской медицины, тело имеет два главных канала. Канал думай, проходящий вдоль позвоночника и являющийся морем ян, меридианов, и канал женьмай, проходящий по средней линии груди и являющийся морем инь, меридианов. Поэтому важно защищать грудь и спину для нормального функционирования этих меридианов. Правило 14. Грудь всегда должна быть прикрыта. Важность этого пункта описана в правиле 13. Правило 15. Надо всегда сохранять молчание в туалете. Когда испражняетесь, приподнимайте голову и держите рот закрытым, чтобы не выпустить из себя жизненно важные субстанции. Все эти упражнения имеют под собой научную основу, проверены веками и поэтому широко практикуются. Выполняя их, будьте сосредоточены, сохраняйте душевное спокойствие, двигайтесь медленнее и дышите естественно.